МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Спасибо, что вы с нами в эфире ОРТ вновь экономический клуб. Тема эфира – жизнь онлайн. Это вынужденная мера или новые возможности? Сегодня мы попытаемся разобраться, какие плюсы и минусы в современной действительности. В студии Натамелина и экономист, психолог, бизнес-практик Юрий Ларин. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Спасибо, что пришли к нам. Скажите, пожалуйста, вот сегодня многие остаются дома, и жизнь реальная переходит в жизнь виртуальную. Как вам кажется, можно ли это время провести с пользой? Да, конечно. Конечно, сейчас очень прекрасное время, чтобы, если бизнес работает только оффлайн, то это как раз прекрасное время переосмыслить, посмотреть, как мы работали, и что нужно сделать для того, чтобы перейти и работать уже онлайн с клиентами. Если же человек сейчас спасает, что он лишится работы, либо нужен дополнительный источник заработка, это как раз для него тоже прекрасная возможность найти ту нишу, протестировать ее, возможно, даже бесплатно, либо почти с минимальными вложениями, и найти дополнительный источник доходов. А как найти нишу, ту, которая подходит конкретно обычному человеку? Ну, смотрите, на самом деле, что сначала можно сделать? Первое – ваше хобби. Если у вас есть хобби, которое вы раньше не продавали, вам не приносит ее прибыль, можно задуматься и первоначально ее протестировать хотя бы на известных интернет-ресурсах, которые у нас занимаются продажей. Разместить там свое объявление и посмотреть, спросом пользуется или нет. Также можно в других социальных сетях тоже разместить, среди своих друзей и знакомых, чтобы там вас порекламировали, и посмотреть, нужно ли людям этот товар или нет. Это первое. Но если нет хобби? Вот. Если нет хобби, на самом деле, можно также бесплатно это сделать. Можно скооперироваться с каким-то продажниками, с какой-то организацией, что уже что-то продают. Те же самые, допустим, маски, повязки, которые сейчас в усилии нам начинают производиться. Можно также запустить в соцсетях рекламу и посмотреть. То есть стать дистрибьютором какого-то производителя? Даже просто не продавая, просто разместить и переносить, посмотреть, нужно ли это сейчас человеку или нет. Не обязательно маски, да, там, не знаю, там, штаны кто-то шьет, допустим. Надо посмотреть, вот эти штаны нужны, сейчас пользуйся спросом, там, рубашки или нет. Если используйся спросом, то тогда уже можно, как говорится, этих людей взять контакты и тогда уже выходить на производителя и говорить, что, смотрите, мы можем попытаться продавать вашу продукцию за определенный процент. Скажите, а как вот человеку, который привык ходить на работу с девяти до шести, организовать свой труд уже дома? Честно, очень сложно. Я первое время сам на предыдущем месте работы работал дома, в холм-офис. Это, кажется, шел классно. Дома я там встал, покушал, зубы почистил, но на самом деле это очень сильно расслабляет человека. И проснулся ты в девять, ой, я сейчас попозже немножко поработаю, потому что успею, мне там дел мало. Уже двенадцать час, ты уже потом начинаешь не успевать ничего делать, поэтому людям этим нужно сразу прописывать график. Тайм-менеджмент? Да, тайм-менеджмент, то есть прописывать, что ты должен сделать, когда ты должен сделать и отмечать это, да. Но это, на самом деле, очень сложно, это непросто. Скажите, а есть какие-то уже конкретные успехи, истории успеха в интернете? Вот, которые бизнес запустили? Да, да. Да, на самом деле таких много людей. Есть несколько примеров, у нас также в Оренбурге, да. Человек работал наемником в IT-компании, писал сайты, писал программы, да, там, сериемку развивал на заказ, но понял, что все, что вот, вот, это не его, ему нужно самому пытаться. Он нашел пол клиентов, понял, что эта ниша востребована. То есть именно написание программ. Да, 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 вот, и запустил уже. Но написание программы интернет – это нечто близкое друг к другу. А если, как вы говорите, хобби перевести в коммерческое русло, так еще онлайн, например, если хобби, извините, рыбалка, то как же тут быть? Ну, про рыбалку, да, это на самом деле тоже сейчас, вот я знаю, есть, можно продавать рыболовные принадлежности через магазин, а можно также попытаться продать их через интернет. Я, кстати, в последнее время, когда мне что-то нужно также для рыбалки, я сначала нахожу в интернете, где-то на интернет-ресурсах, это вот, то, что мне нужно купить, и потом уже еду в этот магазин. То есть, да, а если я буду каждый магазин объезжать, я буду очень много времени тратить. Поэтому сейчас те же самые магазины рыбалки, они очень хорошо себя, очень сильно рекламируют, выставляют свой товар. Скажите, пожалуйста, вот если этот товар даже сейчас заказать, но в условиях карантина, как его получить? Есть, мне кажется, два варианта. Первый – это подождать до карантина, потому что, в принципе, там… До окончания карантина. Да, потому что, ну, если до рыбалки, то оно вам все равно не понадобится, как таково, вам нужно сидеть дома, не ездить на рыбалку, да. Можно же второй, да, то есть там сейчас очень сильно многие компании доставляют, развивают свою доставку, доставку, да, там, привозят, все это, оставляют возле двери, отходят, человек дверь открыл, посмотрел, если понравилось, то он забрал. Но, ну, я считаю, что это все-таки немножко неправильно, да, то есть потому что все-таки должны сейчас люди сидеть дома. А вот риэлторский бизнес, как вам кажется, может уйти в онлайн? Он уходит, активно уходит. Наши крупные компании в Гренбурге, которые занимаются продажей, там, недвижимости, являются посредниками, да, они сейчас такую услугу начали активно предоставлять, то, что человек сидит дома, он присылает заявку, с ним с менеджером, тоже из дома, да, спрашивает, что он хочет, какие у него есть потребности, какие у него есть, там, требования к этой недвижимости, ему присылается фотография, ему присылается видео, он панорамный, да, то есть там тех помещений, которые он есть, и человек уже сидит дома, выбирает. Вот поддержка государства, как вам кажется, будет оказана, именно для тех, кто уходит в интернет, ну, вот, так скажем, в этих представленных условиях, которые нам предлагает жизнь? Ну, на самом деле, государство еще где-то за год до этого уже начало предпринимателей, и тех, кто хочет стать предпринимателем, оказывается, поддержка помогать. Наши известные крупные банки, государства объединились и сделали несколько программ по развитию и помощи там начинающим предпринимателям. Допустим, одна из программ, это то, что набираются группы, вот, раньше для этих групп приглашались спикеры, бизнесмены, практики, у которых уже один, два, три бизнеса, ни один год они уже работали, они специально проходили обучение, как это все это преподнести, презентовать свой бизнес. Проходилось обучение. То есть, если я правильно понимаю, квалифицированное обучение предпринимателям? Именно практиками, да, то есть не учителями, не преподавателями, а теми, кто именно сначала научился продавать, развивать свой бизнес, а потом их уже научили, как все это преподнести. Вот, допустим, один из этих примеров. Эти маленькие группы сейчас также в интернете проходят вебинары. Это бесплатные услуги? Это бесплатно, это все бесплатно, проходят вебинары, есть у них у каждой группы свой такой наставник, именно хороший, известный там тренер в Оренбурге, либо ну там в других областях, потому что по всей России сейчас проходит. Две-три недели там или там два-три месяца этот курс идет, наставники постоянно что-то помогают, консультируют, помогают написать бизнес-план, очень достаточно грамотный. В конце они защищают свои проекты и на самом деле сейчас многие инвесторы, они присматриваются к этим программам, потому что найти можно очень хороший перспективный бизнес и в него вложить деньги. Ну, например? В Оренбурге очень хороший мой знакомый, он всю жизнь занимался правильным питанием, он вегетарианец, немножко даже был сыроед. Начал сейчас выпускать, производить такие, как чипсы из очень полезных злаковых культур. Он прошел этот курс, защитился. Сейчас он нашел через Центр поддержки, принимается твои инвестиции и пытается теперь развиться. Другая девушка, она у нас в Оренбурге начала продвигать этикет. Также ее наставник, он стал ее теперь бизнес-партнером, он теперь мне кладывает деньги, несовместный проект развивает. Скажите, пожалуйста, ведь интернет-то в любом случае очень большая всемирная помойка. То есть туда сливается все, ну, кому в голову что придет. И где вот тот фильтр, как понять, что этот наставник, это реально наставник и эксперт в этом деле, либо это, ну, элементарный троллинг, который сейчас тоже распространен в интернете? На самом деле сложно сделать, вот, сложно, и нужно очень много информации собирать о том, с кем ты собираешься работать именно в интернете, у отзыва, да. Но опять же нужно отзывы понимать и читать, смотреть, дальше проваливаться, там, смотреть, кто эти отзывы писал, потому что это может какой-то бот будет, либо там одноразовый человек, там, да, там, завеление сами там себе написали, либо это друзья, знакомые написали по просьбе. Поэтому нужно глубже проваливаться и смотреть. Но не получается, на ваш взгляд, тогда вот эта онлайн-жизнь плодородная почва для мошенничества. Да, конечно, мошенников сейчас там очень много, и потом же персональные данные ваши пытаются оттуда забрать, и вас там, не даже не знаю, как-то развести на деньги большие, да, то есть там вам предложить какой-то курс, вы его покупаете, и ладно, если вам этот курс дадут потом, но он будет бесполезен, иногда вообще даже курс потом не проводят, отменяют, и все, и как бы, а вы деньги там, одно, две, три тысячи. Как быть в этой ситуации, как вам кажется? Ну, я говорил, то есть нужно пытаться собирать отзывы, нужно смотреть, сколько уже человек дает его работу. Ты быть самым бдительным, внимательным и изучать максимальное. Вы же, когда машину приходите, покупаете, вы ее там вдоль и поперек излазите, посмотрите, вот, либо квартиру, когда вы приходите, вы смотрите, что это за квартира, как построено, как дом построен, из каких материалов, так же здесь, да, то есть там, как человек ввел раньше вебинары, какие у него отзывы, полезно, не полезно. Если есть возможность, вообще можно было бы там получить какие-то отзывы от тех людей, которые уже участвовали на этих курсах, на этих занятиях, да. Скажите, вот сейчас на дистанционное образование ушли и школьники, и студенты. Вот как вам кажется, могут ли сейчас возникнуть сложности с образованием? Проблем много, потому что, на самом деле, учителя сами не готовы к онлайн-обучению, им нужно живое общение, учителя не привыкли к новому формату. Школьники привыкли, на самом деле, сейчас вот новое поколение ЗЭТ, им как раз вот, они всю информацию получают через интернет, через гаджеты, им более удобнее сидеть в соцсетях, в интернетах и все это вот читать, ведь они информацию здесь лучше будут воспринимать. Как интересно, сейчас сказали, что учителя не готовы, а дети готовы. Но ведь именно дети, люди, которые не готовы к дисциплине. Вот если самодисциплину даже предпринимателям сложно дома выдержать, как вы несколько минут назад сказали, то как же детям, которым уж точно, если учителя нет рядом и родителей нет рядом, точно, наверное, не захочется делать самому руку. Конечно, не захочется. Вот как тут быть? Это же тоже проблема будет. Поколение, которое сейчас, да, там, школьники, да, там, наше поколение ЗЭТ, им нужно больше эмоций. Вот, больше эмоций. И на самом деле для них авторитетами являются не там взрослые поколения, а немножко сверсты, которые старше их, да, допустим, для 12-13-летних авторитетами являются именно там 20-22-25-летние парни, девушки, которые уже чего-то добились. На самом деле, сейчас, понимаете, в школе еще в 17-м году ввели курс «Финансовая грамотность». Вот, но проблема в том, что кто его преподает. То есть, какие бы ни были хорошие учителя, они преподают. Это либо учитель математики, либо учитель УБЖ. То есть, как бы на них эту нагрузку возложили. То есть, у них небольшая зарплата, они сами почти все закредитованы. Они у них, у самих, как бы, у меня, как говорят, финансовая грамотность хромает. Можно было бы ее намного улучшить. И они сейчас начинают преподавать школьникам. Они сами пытаются, но знаний не хватает. А ту теорию, которую им дает государство, она остается теорией. Поэтому, мне кажется, на самом деле, нужно больше в школу приглашать именно практиков. И часов очень мало. Но это мы сейчас уходим на финансовую грамотность. А если сказать вообще о грамотности, о получении образования дистанционно. Вот сейчас и вузы же перешли, и школы. Вот для вас, как кажется, вот жизнь онлайн, именно для образовательных учреждений, не будет ли сложностью? При получении потом диплома, при поступлении в вузы. Или тоже есть какие-то способы реализации? Тут все будет зависеть, мне кажется, от того, как будет поставлено именно обучение. Потому что раньше в школу приходил ученик, да, ему давали знания. Там в институт приходил студент, и ему учитель начитывал лекции. То есть практики все равно у нас намного меньше. Лекции, лекции, лекции. Но ведь на самом деле эти все лекции, все, что написано в учебниках, студент сам может найти. И мне кажется, вообще в идеале как раз, если вот умайно работать, студент находит материал, он готовится, он читает, анализирует, и уже они там делают по каким-то там, по скайпу или еще почему-то, да, там. То есть опять уровень самосознания сыграет большую роль, да? То есть если человек с высоким уровнем самосознания, с высокой степенью самообразования и самообучаемости, то в принципе эти дети и студенты получат, в принципе, не потеряют ничего в получении знаний даже нестанционно. Нет, нет, да. Вот как заставить тех, у кого низкий уровень самосознания. Так. Вот. Ну здесь на самом деле, говорю, то есть поколение, им нужно больше в игровой форме все давать. Именно в игровой. И в соцсетях, опять же, да, там, то есть так же можно эти группы создавать, именно институтовские, классные, и там места какие-то распределять. То есть им нужно в соцсетях признание, больше признание не классного, а именно в соцсетях. Вам не кажется, что вот онлайн жизни, о которой мы сегодня говорим, и говорим, что это прекрасная возможность для того, для другого, самоизоляция не только вот на время, но и самоизоляция для умов и мыслей. То есть потом мы сможем выйти из этого в нормальную жизнь и уже общаться друг с другом после карантина? Как вам кажется? Ну, мне на самом деле кажется, это ужасно. Вот. Ну, это жизнь, это реалий, да, то есть там, на самом деле сейчас вот все почти поколение молодой, она все больше и больше в гаджетах, все больше и больше сидит дома, и им не нужно общаться, как таковое, на улицах. Мы к этому привыкли. Поэтому для нас, на самом деле, кажется, это дико и немножко странно. Ну, это жизнь. Ну, тем не менее, это реалии, да, и будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо, Юрий Михайлович, что пришли в студию и ответили, ну, на такие каверзные немножечко вопросы. Спасибо и вам, что были с нами все это время. Надеюсь, что наш разговор был для кого-то полезным. Всего доброго, берегите себя и своих близких. Напомню, что все выпуски программы «Экономический клуб» вы можете в записи увидеть на нашем официальном сайте media56.ru. До свидания.